Друзья, всем привет! У нас необычная распаковка, так как для этой посылки нужно большое пространство. Именно машинка на радиоуправлении. Вот эта посылка. Данную посылку я покупал на сайте Gearbest. Почему? Потому что именно там эту модель можно было купить за небольшую цену, по сравнению с тем, как она есть на сайте Алиэкспресс. Конечно же, ссылки в описании я оставлю под видео, как на сайт Алиэкспресс, так и на сайт Gearbest. Скажу, как написано внутри, в чеке, присланном вместе с сайтом Алиэкспресс. Алиэкспресс моделька МКБ 5588610. Брушит РС Стюнд Кар. Ну и если посмотреть на вот это название, которое здесь у нас написано, точнее на самой машинке. Краш Кармания. Краш Кармания. То есть машинка, которая умеет... Вот все, что здесь нарисовано, у нее полноприводный вращение колес и она может переворачивать еще эти колеса. В общем, чтобы понять, о чем я говорю, нужно это увидеть. Мы с племянником Валерой вместе это протестировали, потому что, ну, на самом деле долгожданная такая посылка. Вопрос, возможно, вы спросите, зачем ты ее купил, что ты будешь с ней делать. Ну скажу так, если в детстве вы не доиграли, то будете играть потом всю жизнь. Ну вот захотелось купить по небольшой скидке, плюс протестировать, прицепить экшн камеру, на которую сейчас снимаем. Потому что основная наша камера в ремонте. Ей меняют матрицу по гарантии, очень радует это. Давайте распакуем. То есть приходит она вот в такой посылке. Вес приблизительно 1,2 килограмма. Она прикручена, эта машинка, на, по-моему, 5 стяжек. И шурупами прикручен внутри пульт. Сейчас я это вам все покажу. Вот так вот вскрывается данная машинка. У нас внутри пустая коробка. В комплекте еще идет зарядничек. Сама машинка выглядит очень забавно. Все у нее вращается. Помимо самих колес, еще и вращаются сами колеса. Издает свойственное для таких машинок звук. В комплекте идет вот такой вот зарядник. У него есть красного цвета индикатор, который светится, когда вы заряжаете его аккумулятор встроенный. А вот так вот выглядит аккумулятор. Это тип батарейки 14500. Каждый аккумулятор невозможно вычислить, но вот такие вот параметры у данного аккумулятора. Мы проводили тест. Получили, полностью разрядили в течение пару минут. Потом полностью зарядили без всяких тестов через вот это устройство. В USB вставили, подключили. Подключается все тоже просто. Вот таким вот способом. Заряжалось около где-то час десять, час двадцать. И мы гоняли активно десять минут полного краш-теста. Ну такое чудили над ней. Сами вы увидите дальше в видеоролике, что именно она умеет. Сама машинка обладает сверху хорошими защитными протекторами. То есть видно вот здесь очень хорошо резина закрывает. Поэтому, когда она будет прыгать и вращаться по ровной поверхности, практически повреждений на верхнюю часть корпуса нет. Потому что, как вы видите, выше чем сам корпус, что снизу, что сверху. Плюс защитные стоят вот эти ролики, которые в случае перевеса, переворота, все они всегда упираются сюда при вращении. Есть единственная кнопка включения. Включение и выключение. То есть включили, машинка свет едет. Также впереди в виде капот изображен и с этой стороны и с этой есть индикатор световой. В вечернее время тоже хочется протестировать, как визуально это выглядит, где хотя бы машинка находится или хотя бы в темном помещении. Это будет уже видно. Итак, покажу вам, как вставляется аккумулятор. Здесь у нас находится шурупик. Откручиваем его. Открываем крышечку. Крышечка открывается довольно сложно, но если ее не зажать саморезом тем, то впоследствии потеряется крышка во время активного движения самой радиоуправляемой машинки. Отсоединяем мы аккумулятор. Внутри здесь находится вот такой вот крепеж. Перепутать здесь просто невозможно. Уже для чайников все сделали с защитой, так сказать. Просто влаживаем сюда аккумулятор и закрываем крышечкой. У крышки есть отверстие, поэтому если вы хотите использовать в пыльной местности, в песке, как племянник предложил поехать на карьер, на мотоцикле Тула переделанная. Тула 200. Она сзади стоит. Мы хотим туда поехать, на этот карьер и попробовать. То нужно залепить скотчем. Так, не забываем про саморезик. Итак, при первом тесте у нас показало 10 минут активной езды. Сумасшедшей, я бы сказал, езды. И первым делом, что бросилось в глаза, нет плавного хода. Ну, что ты хочешь? За такие деньги, возможно, подумаете вы. Пульт приходит на двух вот таких вот завинченных, прям в сам пульт саморезиков вот этих. Больше, чем двух этих джойстиков, ничего нет. Машинку я не включал, поэтому она еще не ездит. Если вы начинаете двигаться, то есть двигать их вверх-вниз, то здесь загорается индикатор. Эта антенка, сломать ее просто нереально. Она из проволочки, которая быстро выпрямляется. Выглядит довольно забавно, как хвостик мышки. Запустили, загорелись светодиоды. Один и второй. Я сейчас ее держу в руках и демонстрирую вам, что происходит, если... Так, возьму ее вот за эту часть. Во, вот так. Что происходит, если вы нажимаете на джойстик. Один и второй. И два. Ну, а теперь перед нами главная задача запустить его. Включили и теперь поехали тестировать. Ребята, сейчас мы вышли в парк и проведем серьезную проверку. Посмотрите, что мы с ней сделали. Она в кувыркающуюся машинку уже не похожа, потому что я ее зафиксировал термоклеем здесь, в подвижной ее части. Усилил груз и прицепил камеру. А вот эта лампочка, которая похожа на микрофон, это для того, чтобы можно было защитить бокс камеры, потому что будет переворачиваться. Итак, мы ее уже включили. Кстати, усилил я аккумуляторы. Включаю запись на телефоне здесь, в себя. Так, видео пошло. И здесь запускаем видео. Съемка пошла. Итак, даем стартик ей. Даем ей стартик. Поехали. Интересненько, как она поведет себя с таким грузом и прикрепленной камерой. Ой, простите, забыл поздороваться. Всем привет. Поехали. Надо бежать, потому что радиус поджинала небольшой. Она на больших скоростях ведет себя великолепно. Сейчас мы едем на Рамбу. На Рамбе будем пытаться выскакивать. И потом поделаем трюки ножа. Жалеть так и не будем. Разворотим. Первая неудачная поездочка. Переворачиваю. Продолжение следует. Добавляем со灣. Пimdi леппу в виде relationships. Через 199 друзья раз поездка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего страшного Я например, не сомневаюсь, что она будет скоро на ходу А вы что думаете? Напишите в комментариях, понравились ли вам трюки? Ну и конечно сама машинка Не забудьте поставить лайк За труды Сергея Вивали Ну а если вы еще не подписаны Тогда незамедлительно это сделайте Ведь на этом семейном канале скучно не бывает Тут все прилично и со вкусом Как говорят французы Au revoir Что означает до свидания